Йо-йо-йо, здорово, бомбёжники! Сегодня порадую вас качеством видео, но не качеством контента. Сегодня лишь бомбёжка, а ничего больше. Поэтому, кто не любит бомбёжку, как говорится, свалите с канала. А кто обожает, приятного просмотра. Снимаю на Fold 4 сегодня, не на какой-то там S20+, или что-то типа того. Посмотрите на качество, посмотрите на эту бороду. Ладно, погнали. И начнём мы, чёрт сподери, с Павла. Продаю планшет Tab S6, Wi-Fi, Ростест, идеал. Реально, планшет идеален для 2023 года. Это не лайт дурацкий. Это реально хороший планшет Tab S6 с нормальным процессором, с нормальной матрицей. Детальные фотографии, всё красиво, показываю, что он идеален. Вот под яркой лампой к свету показываю, что на экране нет царапин. Говорю, всего лишь 105 циклов. Здоровье АКБ 100. Что ещё надо? Что ещё надо? А вот Павлу надо узнать, есть ли царапины на экране или корпусе. Говорю, всё как на фото. Глубоких царапин нет. Они глубокие, на фото ничего не видно. Я говорю, ничего и нет. И если уж на то пошло, если ты настолько придирчивый, давай я покручу его на видео. Вот так вот под всеми углами к свету и скину тебе в Телеграм, чтобы не тратить время друг другу. Условно, идеал однозначно. Блок зарядки этого, к сожалению, нет. Смены наконечники на стилус нужны. Есть. Посмотрите, нашёл какую-то точечку микро. И придирается. Это грязь или краска потеряла? Потеряла? Что? Ладно. Я говорю грязь. Но это реально грязь. Я протёр, там какая-то сопелька присохла. Нет плохого состояния. Есть вопрос цены. А я говорю, если вы настолько перфекционист, ну настолько, ребят, БУ, техника, там какая-то точка меньше миллиметра, он её тут обводит, показывает, то идите лучше, берите в магазин. Ах, да, ТАБов С6 же давно не продают. Точно, можешь купить только ТАБы с 8 тысяч, так за 50. Я ему говорю, цена не сдвинется. В любом случае не стоит отправлять потенциального покупателя в магазин. Вам же не сложно под хорошим светом изучить корпус и экран и дать свою оценку. Я в названии объявления дал свою оценку. Фотками я сдал свою оценку. Вот здесь я дал свою оценку. Видео ты смотреть не хочешь и не хочешь тратить время друг друга. Так ты и делаешь то, что тратишь время друг друга. Для того, чтобы уже зайти в Телеграм, написать мне и получить детальный видеообзор, ты занимаешься фигнёй и пишешь. Ничего лучше, чем ваши глаза и фото мест повреждений не будет. Чего? Если они есть. Кто? Глаза? Повреждения? Что? Я говорю, только ваши глаза передадут лучше, потому что у меня зрение минус 3. Хотя это неправда, но он уже задрал. Эта пикантность меняет ситуацию. Бомбит, да, народ? Но скажите, бомбит капитальность таких покупателей. Чё тебе надо? Приезжай, покупай. Все фотки есть. Комплект на фото. Состояние идеал. Циклов мало. Не устраивает цена? Иди в другое место. Найдите мне, блин, ещё один планшет АБС-6. Не лайт за 27 тысяч рублей. Да нету их в таком состоянии. Тем временем другой человек, Антон. Добрый вечер. Подскажите, возможно ли доставка по Москве Яндекс.Такси при полной предоплате? То есть я продаю фолд, понимаете? Цена в три раза выше. И у человека никаких лишних тупых вопросов. Готов полностью заплатить и вызвать такси. Всё. Вот это я понимаю, покупатель. Да, таких немного, но такие люди меня так радуют. Такое большое спасибо вам. Вы просто чудесные. Я вас просто обожаю. Полезная информация для тех, кто купил демку. Блин, мне тут звонят. Купили вы, значит, демку. Прошивать пока ещё не успеваете отнести к мастеру. Хотите, чтобы у вас она пока что не звонила, но уже хотя бы не крутила рекламу, не сбрасывала настройки каждые 15 минут и так далее. Вам нужно просто отключить Retail Mode. Чтобы его отключить, заходите в приложение Retail Mode и там вбиваете какой-то из этих кодов. Какой-то из них точно подойдёт. Обычно 5444 или 9102 на более новых моделях. И тогда вы сможете там в Deactive Retail Mode и реклама крутиться перестанет. Если у вас демка из Америки, там какой-то из этих кодов. Ну да ладно. А посмотрите на этого брехунчика. Можно забронировать до завтра. Я просто живу на другом конце Москвы. Завтра после работы бы заехал. Без предоплаты не бронирую. Как вы мне научили кратко отвечать, так я и отвечаю. Без предоплаты не бронирую. Из-за неответственных покупателей. Сколько предоплаты бы вас устроило? Тысяча рублей. Честно глянул у вас видос. Вы там говорили, что S21 с официальным разблоком не очень. Вот вы и показали наглядным примером, почему я не бронирую без предоплат. Потому что я не изучаю тему. Я вообще не знаю, как прошиваются демки. Я хочу у вас её купить. И только благодаря моему же видео он понял, что оказывается на демках 21 поколение с официальным анлоком. Samsung Pay всё равно не работает. И ему такой вариант не подходит. Бронировщик, блин. Ну тупой же брехун, правильно? Даже это не брехун. Вы понимаете, это не брехня. Но дело в том, что это уже у нас на канале так принято всех гамашей называть. Но это же мрак. Бронировать он собрался, даже абсолютно не знает тему. А если бы он не посмотрел мой видос, потом бы морочил мне голову. Ой, а я тут купил демку, прошил её официально. А она у меня что-то не Samsung Pay не работает. Верните-ка её обратно, да? Тему надо изучать, прежде чем что-то либо бронировать. Вот сколько вам не говори, не покупайте с 23 Ultra. Здесь и сейчас находятся парни, которые скидывают мне вот это. Привет, Дмитрий. Сейчас на форуме движуха идёт по поводу нового Galaxy S23 Ultra. Ну и вообще Galaxy S23. И сейчас есть фишка, не знаю, знаешь ты об этом или нет. Если сейчас заказывать на 1galaxy-сайт.ru и ввести промокод, можно на 512 гигабайт купить за 116 тысяч. С дурей, за 116, уже не за 130, отлично. Дальше слушаем. Сомневаюсь я, что даже через полгода цена будет ниже 116 тысяч. Он серьёзно думает, что за полгода Ultra так и будет стоить 116 тысяч. Он что, глупый? Он что, не смотрит Димана Масла? И тут я ему скидываю объявление, в котором уже, прямо здесь и сейчас, можно купить новое с 23 Ultra на 512 тысяч, нормального профиля у человека, уже в Москве в наличии на 512 гигабайт, со 110 тысяч рублей. А что будет через неделю? А что будет через две? На 90к будет, вот что будет. А ты будешь со своими 116 сидеть. Уже заказал. Наивный, такой наивный, господи, не умеете вы ждать вообще ни секунды. Посмотрите на этих брехунов, которые только и любят, что писать оправдание. Всё поняла, спасибо. Телефон S22+, будет в ближайшее время на продажу. Скидываю новую запечатанную демку. Прошить нет возможности, к сожалению. То есть проблема в том, что не может прошить, правильно? Я говорю, прошить у мастера 15500, могу сам. Нет возможности найти мастера, живу не в городе. Могу прошить и продать уже звонящий. Спасибо, я подумаю. То есть одни отмазки, понимаете? Одни отмазки. И то, что она будет думать, так она нечем. Нечем думать, понимаете? А как вам этот парень? Покупал S21 Ultra перед заказом, за два года её уже потрепало. Окей. Сделал предзаказ на S23 Ultra за 110 тысяч рублей в МВидео. Тот за 116, этот за 110, но наверное на 256. Окей. Искренне буду надеяться на небрак и работоспособность устройства. Да пофиг, гарантия же МВидео. В принципе, считаю, что на телефоны нужно обновляться раз в два года. Поэтому пока хожу с S21 Ultra. Покупая путём копления денег, нет возможности каждый год кидать лево и право по 100 тысяч рублей. Плюс ты ещё получишь бонусы, баллы с около 10 тысяч. То есть, нет возможности кидать по 100 тысяч рублей каждый год, но есть возможность кидать десятки тысяч рублей, просто потому что припёрло и нужно поменять ультру 21 на 23 прямо здесь и сейчас. Как же это логично. Получается, 21, когда вышел, он ходил год как крутак, потом вышел 22, он год ходил как позорник и теперь он будет ходить снова как крутак, выкинув за неё кучу денег. А подождать два месяца и взять 23 ультру уже тысяч за 80, это конечно же нет. Буду раскидываться деньгами. А просто сейчас обновиться на S22 Ultra, тысяч так, за 70-60 его купить, вообще сэкономив тысяч так, 50-60, это конечно же тоже не для нас. Мы будем разбрасываться деньгами и писать о том, что мы не разбрасываемся. Логично. А как вам подобные вопросы? Планирую менять S9+. Не подскажете, на что лучше? Note 10 Plus или S21 Ultra? Спасибо. А разве не очевидно? Note 10 Plus или S21 Ultra? Да у Note 10 Plus одно преимущество в том, что у него стилус в корпусе. И откуда я знаю, насколько он тебе нужен? Если нужен, ну наверное для тебя Note 10 Plus получше. Тогда уж наверное хотя бы Note 20 Ultra надо было сравнивать, чтобы хотя бы цена была похожая. А так-то в чём сравнение? Ты не говоришь про свой бюджет, про свою жизненную ситуацию и хочешь, чтобы я выбрал. Ну тогда очевидно S21 Ultra лучше, камера в разы лучше, процессор намного новее, 120 Гц, что тут не очевидного? Как вы формулируете вопросы? Скажите, что у меня есть 30 тысяч и что лучше, там разбитый S21 Ultra или целый Note 10 Plus? Тогда ещё хоть как-то можно думать. А так, что это вообще за вопрос? Пишет мне парень вот с таким вот аккаунтом. Никаких отзывов, никаких сделок, никаких подписчиков и подписок. Ну такой я к себе аккаунт. Здравствуйте, я ваш подписчик, смотрю ролики, я хочу купить у вас телефон через авито-доставку. Если отправите, могу оплатить прямо сейчас. Говорю только с деком по предоплате, больно профиль пустой для авито-доставок. Но ехать ему далеко, долго ждать денег, быстрее у себя в Москве продам. В общем, не рискну. Жаль, я хотел у вас купить. Так в чём проблема? Деньги переводите и покупайте. Смотрите канал, а доверия нет? Серьёзно? Думаете, что мне есть желание хоть кого-то из вас кинуть, чтобы потерять весь свой бизнес и пойти в тюрячку? Оно мне надо, чувак. Уж если ты меня смотришь, как можно о таком думать? Хоть бы сказал, подстраховаться как-то хочется, типа, чтобы кирпич не приехал. Но это же смешно. Никакой проблемы нет. Насчёт этого барин-хозяин мне предложить вам отказаться. Ок, точка. Здравствуйте, не знаете, где можно официально и дёшево прошить? Нигде, это в любом случае от 15 тысяч стоит. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Если не возражаете, можете рассказать мне об этом телефоне. Это демо-версия. Ну, тут как бы написано демо. Не оригинал. Демо. После этого жмём на спам и просто блокируем. Этот покупатель безнадёжен официально. А вот этот вот гамаш. Вы посмотрите, продаёт стул. Мне нужен стул. Выложено ещё 2 февраля. Сегодня, чтобы вы понимали, 5-е. Я хочу их купить. Пишу ему, дайте мне оба за 5. Уже продано. Написал мне ещё 2 февраля. Я говорю, так снимите объявление с публикации. 2 февраля сказано. 3-го, 3-го. Окей. Так оно до сих пор висит, а уже 5-е. Бомбит нафиг. Далее пишет парень по демке. Дмитрий, добрый вечер. Подскажите, есть ли у вас контакты тех, кто прочтёт телефон качественно? Если прошивка официально, её в любом случае поставят качественно. Там нельзя не сделать некачественно. Там либо ты сделал, либо не сделал. Здравствуйте. Да, конечно. 15500. Несколько вопросов. На Snapdragon поддерживается ли microSD-карта как расширяемая память? S22 Ultra. Уже в S21 она не поддерживалась. В S22 так тем более. Ты настолько древний, что не знаешь, что карт памяти в принципе не поддержит такие телефоны уже 2 года. Уже 3 года получается, или 2. Ну, короче, дофига лет. Но при этом ты настолько прошаренный, что покупать демо. Но при этом настолько глупый, что спрашиваешь на Snapdragon или на Exynos, если все телефоны, которые везутся официально в Россию, везутся как бы Ростестами. А Ростесты, они всегда что? Правильно. На Exynos. По умолчанию. Такая ваша жизнь. А как вам вот это? S22 Ultra Max Pro. Вот такой вот телефончик продают с оперативкой 16 гигов. Вот такая вот китайская подделка уже на S23 Ultra. Или что это будет? S22 Ultra Plus Ultra Max. S22 Plus Ultra Max Pro. Во! И 16 оператива, и типа ROM, терабайт, сдуреть. Как вам такое? Берем? Я думаю, что не стоит. Тем временем, чудесный Антон уже купил у меня Fold по полной предоплате. Сейчас буду отправлять его в Яндекс.Такси. Прекрасен, просто изумителен. Смотрите, чувак пишет, что он такой весь крутой, заказал S23 Ultra уже в Samsung, да еще и на 1 терабайт. Все в зеленом цвете. И говорит, что трейд-ин жуткий стал. Типа S21 Ultra на 512 гигов у ее мамы, у его мамы. Он, видите ли, ему оценили ее на 13 тысяч рублей за S21 Ultra на 512 гигов. И прайс на трейд-ин на 21 ультра от 4 до 14 тысяч рублей. Чего? Роман, ты серьезно? Вот это-то было брехунство какое-то. А уж это, ну не палился бы ты так. Так, вы вообще можете поверить в то, что вы принесли S21 Ultra в трейд-ин и вам дали за него 4 тысячи, 5 да даже 10? Там 25 как минимум, то и 30, по-моему 37 даже. А как вам вот этот вопрос? Добрый день, скажите, пожалуйста, какой там процессор? Вьетнам? Вот так и хотелось ответить, при чем тут процессор и слово Вьетнам? Но поскольку чувак безнадежен, я понял, что надо просто банить и не отвечать. Чувак спрашивает, какой стоит загрузчик на демке? Первый, самый лучший. Хорошо, торг возможен? Нет. Понял, официально первый загрузчик пробивается, прошивается? Да, после этого переписка не ведется. Во-первых, нахера ты узнавал, какой стоит загрузчик? Если даже не знал, прошивается ли первый или нет. Во-вторых, ты узнал, что первый, самый лучший ответ, что только может быть. Почему дальше не идут вопросы о покупке и месте встречи, а просто тишина? Тупой, конечно, да. Ладно, на этом все. С вами был Диман Массал. Побомбили мы знатно сегодня, конечно. Информации полезной дал немного, но такой веселый вечерочек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!